здравствуйте дорогие мои друзья дорогие подписчики youtube канала дом света мы продолжаем с вами изучать священное писание на нашей программе соло скриптура сегодня в гостях у нас повелка данил данилович и вместе с ним сегодня мы обсудим такой интересный вопрос что такое вера и что такое религиозность и отличаются ли они друг от друга обязательно поддержите видео своим лайком и обязательно напишите в комментах о том что преобладает сегодня в мире вера или религиозность а мы приступим к изучению новой темы присоединяйтесь доброе утро данил данилович доброе утро сергей как вы живы здоровы как ваши дела с божьей помощью слава богу и рад возможности встретиться на этой платформе я тоже хотел бы вас поблагодарить за ваше уделенное время чтобы вот вы поучаствовали спасибо вам что смогли вот вырезать выкроить свое личное время для общения нашей виртуальной студии на программе соло скриптура я хотел бы чтобы вы немножко рассказали о себе чем вы занимаетесь может быть о вашей семье о роде вашего служения где вы проживаете вот немножко о себе вот могли бы вы рассказать чтобы познакомить раз аудитории которые нас слушают да я проживаю в городе алматы являюсь пастором священнослужителем церкви адвентистов седьмого дня у нас с людмилой моей супругой четверо детей трое дочерей и младший сын мы любим господа любим изучать священное писание любим христианские песни участвуем также музыкальном служении я говорю в целом о своей семье о своей семье вообще сам я из семьи верующих мой папа тоже был пастором мы верующие я в четвертом поколении дети уже адвентисты седьмого дня в пятом поколении конечно у каждого из нас должен быть свой выбор когда мы решали чтобы мы просто не были детьми верующих родителей поэтому господь милости своей подарил удивительные опыты мне еще в детстве позже когда я служил в советской армии будущее верующим человеком этому благодарю бога за тот путь которым он меня вел ничего себе интересно я не знал что четвертом поколении верующие ваши дети уже в пятом а какой у вас хобби да нет данилович чем любите заниматься свободное время вообще я это еще с детства наши родители особенно папа всегда как только находилась свободное время мы жили в разных местах мы жили и в ташкенте и в сибири жили в казахстане в джамбуле позже в алмате мы всегда выезжали на природу была бы была ли это зима осень весна обязательно мы выезжали на природу проводили время на природе это одно из моих направлений я также еще с детства любил технику мотоциклы машины и это тоже когда у меня бывает свободное время я что-то люблю сделать что-то поремонтировать что-то отрегулировать машине я очень редко используюсь услугами с того то есть вы сами получается сами все чинить и делаете основном кроме таких может быть уже очень тонких настроек где компьютер на что-то требуется или регулировка там аппаратуры сумму где требуется прибор здорово а сегодня 2021 году начиная с двадцатого года по миру шагает коронавирус и вот многие спикеры с кем мы общались я спрашивал интересовался переболели ли они данным вирусом данной болезнью современного человечества вы переболели коронавирусом или господь не ловил вас но я не знаю видите это такая болезнь когда она бывает такой легкой форме или бессимптомно могла каким-то образом прогуляться поэтому я не знаю я не знаю возможно я переболел тест на антитела не сдавал как бы пока не не знаю болел я или нет этим заболеванием но в целом вы себя чувствуете хорошо ну да такого не было чтобы в этот период когда вот пандемия пришла чтобы я там лежал с температурой такого времени не было слава богу хорошо тогда данил данилович сегодня у нас с вами очень серьезный вопрос вот на повестке дня и я предлагаю нам приступить к обсуждению вопрос а вопрос у нас звучит так что такое вера и что такое религиозность и чем они отличаются друг от друга сегодня в мире наверное очень мало людей могут себя назвать неверующим человеком да в той или иной степени человек сегодня верить до каждого как бы каждый со своей стороны верит а кто-то считает что разные боги но человек имеет такое понятие в себе как веру или религиозность вот сегодня вместе с вами хотел бы поговорить и все таки пролить свет на такие понятия как вера и религиозность и если в них какие-то отличия пожалуйста на да спасибо конечно понятия вера и религиозность многие люди не делают разграничения в этих понятиях но с другой стороны когда вот этот вопрос рассматриваешь то через призму священного писания ты видишь что есть такое понятие как вера настоящая и вера слабая или сомневающаяся и конечно вот здесь наверное очень сложно сказать так что вот есть такое понятие как корабль назовешь так и он по и поплывет вот здесь как это конечно термин не поможет здесь нужно чтобы не внешняя оболочка а внутреннее содержание играла роль поэтому конечно очень часто используется этот термин вера и религиозность как противопоставление то есть вера это что-то настоящее а религиозность это то что формально если в таком ракурсе рассуждать то конечно то конечно мы можем увидеть разницу но нет но очень важно увидеть то что просто если я буду называть себя не религиозным а верующим но если не будут соответствующие критерии необходимые для того чтобы можно было называть себя верующим то это все равно будет тогда не настоящая вера то есть от названия ситуация не меняется важно чтобы происходили какие-то внутренние глубинные процессы которые могут сделать либо тебя истинно верующим либо истинно религиозным но если мы сегодня обусловимся называть религиозность как что-то как что-то не не по-настоящему шаблонное такое некое приближенное к богу тогда я с таким подходом как бы могу отчасти согласиться но именно суть не в названии а вот содержание что происходит с каждой конкретной личностью в отношениях с богом но если вот говорить конкретно о вере да то мы священное писание можем найти может быть даже такой термин что такое вера может быть иисус христос говорил апостолы я не письма павла вот вообще что такое вера и что бог от нас сегодня хочешь то такое сегодня настоящая вера который хочет а господь от нас вот что такое вера настоящий это какие-то жертвы это какой-то выбор это жить для себя и принципе я верю и могу и так пожить как многие считают что такое вера вообще на самом деле конечно священное писание дает определение или формулировку иван послание к евреям 11 глава там написано вера же есть осуществление ожидаемого и и уверенность в невидимом конечно вера это отношение с богом вера это способность довериться богу вот довериться богу выстраивать с ним отношения вера это когда мы по-настоящему знаем кто такой бог и вот иисус интересно обратил внимание в 16 главе евангелия от и она он обратил внимание что сутью всякого греха является недоверие богу вот чего началось грехопадение как вот библия описывает это книга бытие это когда некоторые думают что плод который съела его или адам он был какой-то ядовитый поэтому да но на самом деле это когда отношения доверия нарушены когда наша промать его разговаривала со змеем он построил так диалог что он бросил тень на то на бога бросил тень он как бы предал словам бога совершенно другое направление и вот это сомнение в правомерности в искренности намерений бога вот появилась в сознании сердце евы и вот что происходило дальше когда ева и адам от пробовали этих плодов они с ними начали происходить изменения и они бегут прячутся от бога бог приходит для общения и изменения происходят не с богом вот когда они съели запретный плод если бы бог начал злиться гневаться кричать обижаться но не так произошло бог по-прежнему заинтересован доброжелателен он хочет с ними общаться он по-прежнему их считает своими детьми он их любит он ищет чтобы с ними поговорить одни испытывают страх они боятся он их зовет они молчат и потом в самый последний момент начинают говорить вот отдам где ты и адам начинает отвечать то есть вот вера это процесс восстановления правильного представления о том каков бог религиозность если мы берем вот этот термин который показывает только частичное служение богу знаете да что в священном писании есть такое обращение возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей всей крепостью твоей всем умом твоим вот это желание полностью богу принадлежать нам наверное известны такие ситуации когда например какое-то приезжает высокопоставленное лицо и в городе делается ремонт красится фасад зданий то есть в некоторых случаях это только одна сторона в других случаях это может быть две стороны здания со стороны подъездов внутренняя сторона она стоит не будет проезжать до и вот религиозность если мы говорим термин как что-то такое временное или напускное это как раз то сделать ремонт ремонт для того чтобы создать вид и вот когда я бывает переезжаю магазин запчастей и меня продавец спрашивает я спрашиваю какую-то деталь для машины чтобы на своей машине отремонтировать он спрашивает тебе говорит на продажу или для себя то есть есть запчасти которые продаются на продажу вот лишь бы только как бы глаза замазать то есть эта деталь она недолго будет служить или для себя и конечно я говорю мне для себя потому что на продажу это ненадолго и это не то и вот конечно хочется чтобы наши отношения богу с богом были не на продажу не на не для фасада не для того чтобы создать видимость что все благополучно есть разница сделать ремонт дому вот фасадную часть или отремонтировать его и снаружи и снутри и трубы поменять электропроводку и санузлы и вот такой такой ремонт он сильно отличается от ремонта фасадного вот и здесь видимо отношения с богом и вот именно в таком ракурсе важно смотреть почему данил данилович сегодня современному человеку она но наверно выгодно будем погреть иметь не веру а религиозность почему человеку выгодно вроде бы человек он хочет верить в бога но тот же в тот же момент он не хочет наверное оставлять все то что есть да какие-то плюшки в его жизни да какую-то хорошую работу вот потому что господь примеру требует исполнение заповеди до для верующего человека может для человека это будет хорошо жить тогда правильно питаться до здоровой пищей шесть дней работы седьмой отдыхать до быть в семье с господом иметь отношения почему человек сегодня не может действительно верить по-настоящему неужели человек действительно на как бы настолько отдалился от бога что ему проще сохранить вот эту религиозность как бы вроде бы я верю я знаю многие говорят у меня бог вот тут вот сердеце сердце там есть этого как бы в принципе достаточно неужели мы действительно люди вот такие стали далеки от бога да конечно прежде всего стоит обратить внимание что это на самом деле беда наша человеческая беда когда мы с одной стороны хотим как бы считаться людьми верующими или религиозными при этом мы хотим максимально взять максимально взять все то что предлагает этот мир этот же эта жизнь и это конечно беда не только современного общества это беда не только современного человека потому что опираясь на священное писание мы видим что история народа божьего она также была связана вот с этой тенденцией я вспоминаю вы помните эту историю она написана первой книги царств двенадцатой главе когда народ божий просил царя и они говорили мы хотим быть чтобы у нас было так как или других народов и вот когда господь пошел им навстречу дал царя и позже они встречаются с пророком самуилом и они осознают что они неверные выбор сделали они его просят и говорят помолись господу богу твоему вот интересно они говорят помолись господу богу нашему они говорят господу богу твоему интересно что царь саул тоже в диалоге с пророком самуилом когда он сделал неверный шаг он тоже говорит помолись господу богу твоему и вот интересно еще используется этот же оборот 3 книги царств 13 главе когда царь и равам сделал жертвенник а он был поставлен для того чтобы поклоняться золотому тельцу и пришел пророк молодой человек с вестью и вы помните эту ситуацию когда у царя рука стала парализованной и он тоже говорит помолись господу богу твоему вот здесь как раз показана вот эта сторона незнание бога полностью то есть когда люди что-то знают о боге носят имя бога но полностью себя не отдают вот есть такое понятие в русском языке таки есть пословицы работать спустя рукава и работать засучив рукава вот когда человек работает засучив рукава это означает быть преданным господу богу богу полностью а работать спустя рукава это означает частично вот интересно о некоторых людях говорится вот например о соломоне что во время старости соломона во время старости соломона жены его у него было много жён и из разных народов это были принцессы которые служили своим языческим богам эти жены склонились сердце его к иным богам вот дальше написано и сердце его не было вполне предано господу богу своему как сердце давида отца его вот вот это что значит быть полностью преданным господом это видимо это означает согласиться с учением господа потому что иисус говорит кто постыдится меня и моих слов это записано в еванге от марка 8 глава 38 стих кто постыдится меня и моих слов того у того ничего хорошего и его не ждет на что означает потому что имя иисуса и его учения они неразрывно связаны потому что если мы отделим имя христа от его учения мы просто получим к транскрипцию иисус или даже бог всевышний саваоф но именно учение иисуса христа и учения священного писания открывает нам намерение бога его сущность его сердце его святость его чистоту его любовь его преданность его мудрость и вот все вот эти заповеди они фактически нам даны для того чтобы это фактически правило счастливой жизни вот если говорить уже как бы подводя заключение нашего общения если вот о мире как бы мы уже поняли что вера с богом и отношения с богом должны быть настоящими я всегда привожу такой пример что вот вот эта религиозность это вот как отношение дальних родственников да то есть у меня есть пример у брата и где-то там на чекотке он живет но я его никогда не видел но я знаю что у меня есть братом двоюродный троюродный мой родственник если вдруг так получится что мы будем проходить на одной и той же улице я его не узнаю так же как и он меня на лишь потому что я никогда лично его не встречал и не видел как я могу его узнать да вот это мне кажется это религиозность то есть я знаю что он есть но при встрече я его никогда не узнаю потому что я его никогда не увидел а вера настоящая она конечно конечно же подчеркивает такие тесные личные взаимоотношения с богом и нерв заключение я хотел бы спросить религиозность спасет человека сегодня многие же понимают что смерть это не конец и многие люди знают что будет судны день когда придется дать ответ господу за всю ту жизнь которую ты прожил и есть вера как мы сейчас с вами подчеркнули есть религиозность религиозность спасет человека на день суда в день суда извиняюсь да мы уже сказали о том что все измеряется степенью преданности отношений способности довериться я думаю что многие знают эту иллюстрацию в одном месте над по моему над водопадом ниагарским был натянут канат и каната ходит сходил переходят с одной с одной стороны на другую и все очень радовались овации аплодисменты и он сказал вы верите в то что я могу не только сам пройти но перенести на себе человека и все кричат веруем мы знаем что ты так можешь и он то там громче всех кричал и ближе стоял поднимайся я тебя перенесу и как вы думаете согласился этот человек не согласился и вот знаете вот вот делать громкие заявления но не быть готовым вот довериться богу это есть большая разница поэтому если нет вот такой полной полного доверия господу если мы да если у нас нет каждый день вот этих отношений когда мы с господом разговариваем когда мы готовы даже в трудности когда болезнь постигает нас либо близкого человека когда прежде времени дорогой для нам для нас человек уходит из жизни если при этом мы доверяемся господу если у нас какое-то происходит переживание мы все равно господу доверяемся и не обижаемся на него если наше служение богу не является как бы так таким бизнесом что я тебя господь я тебе служу но смотри ты мне обязательно чтобы я был здоровым чтобы с моим родственниками все было хорошо чтобы я машину не ударил чтобы я там на штраф какой-то не попал и если вдруг не дай горе что-то такое произойдет у нас может быть очень большая обида на бога почему это господи вот священное писание показывает что по-настоящему люди верующие они оставались с богом и не обижались на него даже тогда когда в их жизни происходили переживания финансовые потери когда их постигала тяжелая болезнь и от этой болезни они так и не оправились мы знаем пророки или сей он заболел болезнью после которой и умер он многих людей исцелил он даже воскрешал людей силой божией но сам он заболел болезнью и от этой болезни он не оправился я не думаю что он не молился он молился но он был готов доверяться господу и благодарным ему быть даже таких обстоятельствах вот это настоящая вера поэтому поверхностная вера слабая или религиозность она конечно не даст человеку того на что он надеется хорошо спасибо даниил даниилович за то что вот вы смогли вот как-то разграничить и показать вот эти вот вещи что такое вера что такое религиозность позвольте мне в заключении нашего общения прочитать текст из книги евреям из той же 11 главы только уже 6 текст где записано а без веры угодить богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его воздает да то есть вот этот момент что верить что он есть хорошо но важно господа искать то есть это нужно копать изучать молиться иметь эти личные взаимоотношения хорошо данил даниилович огромная благодарность вам за то что вы посвятили свое время для общения данной темы в нашей виртуальной студии на программе соло скриптура дорогие подписчики дорогие ютюберы пожалуйста поддержите видео лайком и напишите свой комент по данным видео а как вы считаете что такое вера что такое религиозность можете поделиться вашим опытом не будет интересно почитать вот а я буду прощаться с нашим дорогим спикером даниил данииловичем на сегодня на всего доброго даниил даниилович всего доброго благословений даниил 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 генитил даниил 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 она